и так приветствую друзья и гости канала всем огромнейший привет и наверное наша рубрика сегодня называется так атос портос и компромисс виде тойота который поджало где есть парковка поджало всех и вся поэтому блокирует атос портос и компромисс что же такое но сразу знаете могу сказать что есть хорошие новости а есть новости не очень хорошие я понимаю что вот эти хорошие новости сейчас касается далеко не каждого до гораздо лучше хотелось бы услышать что-нибудь про наше наболевшее но смотрите поэтому многие из вас слышали про монтеру и спрашивали макс почему ты не едешь не снимаешь мы конечно не готовы покупать по три с половиной миллиона рублей за квадратный метр себе номер в пятизвездочном отеле и быть частью гостиничного бизнеса но нам же интересно мы же любопытные мы же смотрим обзоры автомобилей которые стоят по 100 миллионов там как ferrari там не знаю зарубается с какой-нибудь там bentley заряженный из bugatti да верю он но нам же интересно мы понимаем что мы даже во сне не допускаем себе мысль что можем на таком кататься я также как и вы я серьезно говорю я просто не понимаю кем в этой жизни нужно работать чтобы можно было купить себе апартаменты по цене но по цене там три с половиной миллиона рублей за квадратный метр но все-таки есть зеваки которым интересно так вот коллеги добрый день вот мы коллеги по итогам публичных слушаний проходившую на федеральной территории сириус принято решение создание вокруг комплекса монтера нового общественного кластера включающие его общедоступный городской парк и аллея с двумя досуговыми центрами и многопрофильной поликлиникой созданием общественного кластера займется наша делайверская компания five для которой такая работа является показателем социальной ответственности бизнеса общая площадь нового общественного пространства составит порядка пяти гектар парк будет разбит со стороны набережной под аллею социальной объектами отведены три здания которые сейчас идут параллельно параллельно променады в зоне объединения побережья олимпийского проспекта и в двух зданиях которые ближе к набережной разместятся досуговые центры с творческими кружками секциями для детей и взрослых поликлиника займет здание которое ближе к олимпийскому проспекту проект монтера продолжает реализовываться на площади шести гектаров приватная закрытая территория комплекс тогда приезжайте покупайте в общем как бы так чтобы понимали территория то сам монтера это было без малого 11 гектаров и вроде кажется со стороны там не за есть ты едешь по дороге кажется площадь небольшая но когда ты заходишь вовнутрь ты понимаешь там просто жесть жестянская соответственно у нас стадион фишт у нас улица дальше у нас соответственно монтера да тут сам пятизвездочный отель который строится и который будет завершен в первом квартале 2024 года и дальше была тоже территория сейчас вот между монтерой и морем соответственно кусок в пять гектаров это большой кусок это соответственно будет зона для тех кто приезжает отдыхать бесплатная зона не на территории закрытого доступ пляжу останется бесплатно так далее почему я говорю что хорошие новости плохие ну смотрите хорошая новость заключается в том что все таки в сириусе появится наконец-то один более-менее нормальный парк я не говорю про парк аттракционов да который там есть да я не про это я не говорю что есть в совхозе россия подобие парка больше похоже на какую-то порнуху чем на парк да я там дендрологический который там был там ну реально там смотреть не на что и я не понимаю чем там можно заниматься да там три куста полу озеро и непонятно что хорош нормальный будет парк опять же появится та самая сильная хорошая поликлиника надеюсь что будет не хуже чем та школа которая появилась этот университет это в принципе хорошая новость самое главное что это будет доступно для жителей сириуса это тоже большой и огромнейший плюс опять же плюс то что стройка да мягко говоря разморозилась и сейчас на основании этого можно спокойно покупать себе те самые апартаменты по три с половиной миллиона рублей за квадратный метр а давайте попробуем посадить наши базе вы разместили или нет дать посмотрим ман т о монтера да да минимальная стоимость 166 миллионов рублей минимальная стоимость апартамента но если возьмем что-нибудь такое самое недорогое бюджетное 53 квадратных метра на втором этаже с видом опорную стену будет стоить 166 миллионов рублей если же мы берем с вами 62 квадратных метра и уже на пятом этаже то цена двести двадцать пять миллионов рублей ну так поэтому новости однозначно хорошим даже в том плане что все таки все таки ну будет реализовано я считаю что блин это очень круто это лучше чем какой-нибудь опять у нас появился очередной замороженный объект прям не знаю перед всеми гостями да все кто приезжает в олимпийский парк видели бы замороженные руины нет его достроить соглашение конечно до этого еще двадцать четыре процента активов было отписано фонду детства которые находятся у нас также в сириусе да и помимо еще этого еще пять гектаров мало того которые это у нас отдали еще и на этих пяти гектарах нужно что-то построить теперь из-за вопроса но откуда такая ценная политика до три с половиной миллиона рублей за квадратный метр но ребят это построить нужно парк построить нужно это нужно кружки сделать нужно все нужно ну и вот нас так и получается вот так и получается что хочешь не хочешь вся эта социальная нагрузка ложится в том числе на плечи кого покупателей в принципе нашли компромисс целый год бодались ну что молодцы конечно я не за это компромисс хороший неплохой и плохой лишится половина участка было 11 до гектаров сейчас остается там шесть пять гектаров осталось для нас простых смертных которые смогут приехать олимпийский парк и попасть в то самое прекрасное место ну вот как бы так теперь что касается других объектов по другим объектам которые недавно я не буду их озвучивать но это очень страшные объекты потому что даже никто и подумать не мог никаких телодвижения нет соответственно и поэтому 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 ну потихонечку 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 пытается тоже только я не понимаю ладно вот с монтера да они на стадии застройки и с них можно было что-то взять а есть же например те же самые например жилые комплексы с которых особо взять-то нечего где все распродано ну например возьмем сами три капитана ну что можно с трех капитанов взять ну что можно да ничего взять-то знаете как и песня была у нагана взять ну взять да взять взять и вот как бы так поэтому 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 посмотрим что будет само собой есть те же самые объекты с которых тоже что-то еще можно взять да не будет тоже говорить какой-то взвокзальном районе находится и так далее но в целом видите как бы какие-то компромиссы в конце концов у нас находятся находится находится еще раз находится соответственно если мы посмотрим с вами вот эта часть да здесь у нас арестованная земля много чего здесь реально под арестом здесь тоже непонятные какие качели но серьезно вам говорю качели совсем непонятны поэтому не могу вам то пока точно сказать что по факту будет или чего не будет но до 21 июля если я не ошибаюсь да ну пока вот там все в подвисшем состоянии а давайте мы попробуем позвонить и спросить что же про это думают юристы давайте попробуем позвонить ну вам интересно мне интересно правильно ну ладно на это на завтра я возьму эту тему я думаю что завтра я обязательно смогу дозвониться и ответить на все эти вопросы потому что кто не знает да вот в этом месте очень мало объектов которые действительно стоят законные на законных основаниях один из них это жилой комплекс который называется облака это квартирник против него никто ничего и не имеет да там проблематично газ подключают непонятно как непонятно что какие то есть эти страшные телодвижения но есть здесь ряд домов которые сейчас мягко говоря находится на арестованной земле и это у нас обременением ну что значит арестованная земля люди живут все нормально просто не могут продать на сделка не проходит в рост реестре причина простая банальная причина кто бы что так и не думал причина просто 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 до безобразия простая причина заключается в том что сейчас как бы просто-напросто здесь на данном этапе идет уголовное дело точнее обременение в рамках уголовного дела еще уголовное дело от 1998 года по поводу того что у нас разбазаривание национального парка и так далее сменилась здесь целая куча уже собственников целую кучу тех самых продаж и перепродаж ну и все и вот на основании этого уйдет такие так скажем называемые разборки 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 еще раз разборки о кстати знак повесили да новый знак повесили посмотрите да типа кирпич типа движение налево вот эти дома которые не стоят они оказались на арестованной земле также у меня здесь есть квартиру моей дочери да которую сейчас я не могу ее не продать ничего хотя желание продать у меня возникло по одной простой причине потому что у меня уже есть в планах купить все таки и квартиру немножко в другом месте ближе к себе ближе к завокзальному району но пока вот непонятно с этими когда снимется потому что именно в рамках уголовного дела жильцам ничего не предъявляют их не выселяют эти дома не сносят если вдруг кто-то сейчас подумает да какие то нет просто элементарно просто наложен арест на те самые регистрационные действия вот все вот в это в это вся часть вот эта вся часть вот где мы с вами проезжаем и даже там где у нас есть тот самый жилой комплекс который строился соответственно для сотрудников мвд там где у нас проходит в том числе соревнования прошли все российские соревнования класса а где соответственно у нас там давали мастеров спорта ну как давали заслуженно конечно давали где соответственно у нас два человека с секции куда я хожу ну куда я временно пока не хожу тоже они там заняли призовые места ну и в общем вот как бы так и посмотрим чем это все разрешится на самом деле есть конечно же объекты где проблем гораздо больше такие объекты которые находятся у нас за вокзальном районе такие такой из доме который один проблем на который находится у нас в прекрасном заречном районе данного гагарина 53 парочку домов есть на донской да это также у нас есть там три домика на переулке теневой также у нас имеется и на светлане да прямо в центре такой есть да кстати если кто-то думает что дома в сочи не сносится нет два сочи сносится например вот возле дендерария как-то если посмотрите мои видеоролики то я такой белый красивый домик десятиэтажный дал был без окон без дверей но его все-таки взяли и немножечко снесли но не снесли не ну прям сравняли с лицом ой сравняли землей вот как бы так мы с вами сейчас едем по улице транспортная более-менее такая комфортная улица на которой приятно передвигаться да есть горы косогоры но мы с вами это ничего не чувствуем но и конечно же мы сейчас с вами прокатимся не море шоя кружочек сделан так далее поэтому ребят все кто из вас хотел купить себе апартаменты там в стройке за 160 миллионов рублей 53 квадратных метров в сириусе поэтому можете сейчас спокойно брать потому что все это последняя информация все это я смотрел это на сайте все это есть в общем все нашли компромисс монтера достроиться просто единственно что у них немножко забрали землю не может быть проект будет не такой классный как и значит хотя вот тоже есть поправки да вот давайте он тоже это за зачитаю те же самые поправочки до которые есть дать все-таки давайте зачитаем значит так проект монтера продолжает реализовываться на площади 6 гектаров приватная закрыта территория комплекс здания резиденции пятизвездочный отель конгресс-центр и более 20 объектов отдыха и различия включая 11 бассейнов с морской пресной водой рестораны бары зоны отдыха так далее все это сохраняется только был то что будет рожден там пляж так далее да как у нас было в например в редис не то сейчас пляжная полоса все остается свободная и вот например по сути как бы сейчас но если посмотреть по всем стандартам все равно это у нас отель остается на первой береговой линии хоть между ними будет парк да ну любом случае да пройти на море через парк идут и все равно реально круто да пускай не свой личный парк да но через парк и все ну тоже видите да часть домов у нас стоят почему-то без движения я открою вам маленький секрет почему без движения ну потому что так получилось ну пока получил потому что получилось да кстати я вчера снял сюжет я его еще не успел загрузить это сюжет про тот же самый прекрасный апартамент на комплекс измайловской дачи показал вам изнутри что там происходит на какой стадии что там и как там до многим будет интересно ну и конечно же по поводу моста мост там еще не сделано проехать спокойно можно было вы это можете все посмотреть но у меня вчерашние видеоролики которые загрузил но полностью обзор апартаментного комплекса что там происходит какая ценовая политика я это все выгружу прямо буквально но уже завтра потому что еще не успел смонтировать если весь день работал везде не там провел с клиентами хорошие позитивные люди самары им огромный респект и уважение поэтому вот как бы так да кстати тоже мне мои клиенты подчеркнули то что многое камера не может передать и например приехали те же самые например горный квартал приезжали мы в династию хиллс в живую смотрится все в разы лучше все в разы интересней и там и там поэтому вот есть темы на которые можно в том числе и подумать этот у нас хочет развернуться через сплошную линию на газели да если свежу сзади поэтому ему я не даю сделать такое право нарушение но он все равно развернулся он хотел не вправо вклиниться поэтому таким я не уступаю ну потому что нельзя через сплошную линию разворачиваться ну что у нас темнеет начинает нас пораньше да у нас все уже короче короче становится день и действительно теперь уже информация актуальна что после 8 купаться нельзя но я думаю ни один нормальный человек после 8 купаться и не захочет но зато можно прям прекрасно вечерком прогуляться что там у нас друг другом выясняет отношения 55 регион и московский регион скажет ну как так ты-то меня подрезал ты меня не уступил ты там то ты там все в общем два красавца остановились и просто пообщались ну бывает такое не без этого сейчас из категории учителя на дороге сейчас попробовать друг друга еще поучить уму разуму ну бывает ребята что такое бывает не без этого поэтому поэтому важно нами достигнуто согласие с администрацией федеральной территории сириус по всем спорным вопросам по всем по настоящим моментам мы работаем над юридическим оформлением договоренности но все-таки до юридически еще не подписано но договоренности получены 5 гектаров еще на 7 гектарах ты должен сделать то или иное вот как бы так многие спрашивают а что же по поводу жилого комплекса который находится у нас там на территории с бассейном не буду говорить какой что почему ты его не показываешь почему ты его не продаешь и так далее ну ребят потому что потому что есть определенные моменты соответственно но уже я на сайте сегодня посмотрел есть постановление о том что территория дендрария были гораздо больше и та земля на которой построен жилой комплекс и который сдался который строился с дешевыми строительства который сдался на два с половиной года позже планировано и так далее и в принципе все риэлторы все знающие люди благо меня сейчас включили в чат все-таки я везде с чатов удалялся много полезной информации в том числе сейчас и получаю и и в принципе там черно по белому написано что сейчас идет вопрос землей но знаете вот что самое печальное вот сам печально вот всей этой ситуации вот та земля вот например жилые помещения и апартаменты где земля в собственности у них шансов выжить гораздо больше чем например у что у меня до водичка кончилось ё-моё ну как так ты не красивый сейчас же будет варианты когда земля в собственности выжить гораздо больше чем когда земля не собственности а если мы возьмем с вами многоквартирные дома то чаще всего это земля муниципалитета и так далее и конечно же любой многоквартирный дом признать незаконным и сделать постановление под снос гораздо проще чем те же самые жп которые стоят на собственной земле да где две выписки на помещение и на часть земли и так далее как бы это глупо бы не звучало и как бы я для кого-то сейчас открытие не сделал бы но по факту получается ни одно жилое помещение у нас на данном этапе сочи не снесено там где были правильно оформлены документы а вот например те же самые квартирники как например рубин 2 такие как рассвет это были квартирники да а их спокойно спокойно снесли к ядрине фене и к жукам майским конечно страшная картина то тоже даже и бабки можно не ходить а так вот вот в этом месте где мы сейчас проезжаем как минимум над тремя объектами вот именно здесь не включая я на фабрицу я на фабрицу это 4 почти там еще два дома да там опять вот этом районе конечно же очень много вопросов есть и нервы конечно же потрепают и здесь даже и может бабки не ходить само собой я очень рад что вот видите с левой стороны зданием которые начали активно разбирать потом активно она приостановилась все равно я считаю что это памятник сочинской коррупции ну серьезным говорю потому что зеркальный дом чуть дальше который называется барселона парк его узаконили и он стоит жив-здоров потому что там была квартира у нас у жириновского и квартира была у одного певца с корнями из сочи а вот в этом доме почему-то жириновский кто не брал и поэтому с этим домом и пошли непонятно хотя были одинаково полученные разрешения все было одинаково одинаково был застройщик и вроде начали разбирать так далее но что-то пошло не так почему-то забрали то что можно забрать и продать это окна давно видите да окон нет вот монолит который надо рушить который нахрен никому не нужен почему-то стоит и почему-то перила еще не забрали еще по идее можно было перила забрать а так окна поснимали окна потому что мы стояли хорошие окна стояли алюминиевые но и все все алюминиевые те самые окна может быть алюминиевые огурцы и так далее ну и вот и все конечно же по мне вот например да вот для меня вот например как для риэлтора вот важно что например с монтера смогли договориться и что монтера достроит и это не будет очередной памятник коррупции города сочи я рад том что вот это например в центре сочи да вот мы сейчас приехали речку верчагинка и здесь по большому счету вот центральный район центрального сочи самый центр по сути курорта и вот здесь каждый отдыхающий может увидеть то что может случиться самое интересное никогда здесь это ничто не остановит по одной простой причине потому что люди все равно у нас умудряется делать непонятно что в своей жизни они все равно не знаю там ну страшно вот страшно иногда да людям вроде объясняют все тык 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 а потом раз переписки выясняется что он оказывается взял и все равно купил хотя ты ему все подробно объяснил вот видите да например который до третьего этажа остались стекла они стекла видите все алюминиевые все хорошие были и вот непонятно что сейчас происходит с этим зданием непонятно что происходит раньше здесь бы на этом месте была такая столовая прославленная столовая классная столовая но сейчас не знаю что там будет хотя вот второй дом да он у нас что он у нас жив-здоров все хорошо все прекрасно цены от 700 тысяч рублей за квадратный метр ну покупайте как говорится не хочу точнее купил бы у денег нет как говорится вот как бы так блин надо свобода налить потому что получается вид не очень хороший сейчас конечно же куплю забывает да вот этот мелочь но за зубов забываешь ну что в сочи у нас очень много народу сегодня мы два с половиной часа ехали в адлер с железнодорожного вокзала сочи конечно передвигаться мягко говоря не совсем комфортно но я думаю ничего там плохого нет люди конечно же сейчас особо не разгонишься да многие хотят более-менее нормальный хороший отдых и так далее и он мы с клиентами рассуждали да вот мы раньше мотались в турцию последняя поездка в турцию обошлась в 450 тысяч на неделю в 450 тысяч соответственно здесь до приехали остановились в номере например у меня сейчас например семья из пяти человек остановилась в адлере на первой береговой линии и чтобы понимали в адлере на первой береговой линии они остановились за две с половиной тысячи рублей с человека две с половиной тысячи соответственно если возьмем с вами ту же самую неделю да ну даже давайте возьмем все таки даже и ну неделю давайте возьмем да пускай даже но это сколько получается кто мне скажет ну 20 тысяч вот они приехали с оренбурга приехали на машине приехали на машину на проезд еще потратили ну пускай грубо тридцать тысяч да ну соответственно здесь еще на что-то там будет тратить, ну, в общем, 20, ну, 50, ну, получается, в 100 тысяч они укладываются семьей из 5 человек, да, на 8 дней, согласны же, но вы не сможете при всем желании в Турцию слетать за 100 тысяч, все, что раньше было в 100 тысяч, 120 тысяч, 130 тысяч, сейчас все стоит от 250, 300, 400 тысяч рублей, поэтому говорить, что за эти деньги я лучше отдохну в Турции, ну, это бред, да за эти деньги, я говорю, что в Сочи можно отдохнуть очень дорого, классно, стильно, модно, молодежно, а можно отдохнуть в Сочи и совсем бюджетно, ну, вот, например, на 4 человек 20 тысяч, ну, за выражение, нормально, 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 ну, доехать можно, да, можно доехать в том числе и на машине, согласны же, вот, приезжает, например, на автомобиле взяли и доехали, доехали, и все, и, как говорится, даже и не шуршит. Алло, а ты едешь домой? Пять минут я буду. А, ну, давай. Да. И, как говорится, поэтому в Сочи дает, да, вы и правильно тоже мне сказали сегодня клиенты, в Сочи хотя бы есть те места, куда можно съездить, посмотреть горы в Сочи, лучше, чем в Турции. Согласна, да, тут даже и разговоров не может быть. Парк развлечений для детей гораздо дешевле, чем в Турции. Попробуйте, вон, сходите в, ну, тот же самый парк аттракционов, например, в той же самой Турции, да вы без турцов останешься с теми расценками, которые есть. В этом году расценки просто нереальные. Также, конечно же, много таких мест, где можно погулять, все. Опять же, все, как один, к которому приезжают люди, отмечают, что в Сочи все чистенько, все вылизано, все убрано. И тоже это большой, огромный плюс. Вон, мы сейчас едем, да, посмотрите, какие чистые улицы, какие чистые обочины. Да, вот эти мешки есть там, вот смотрите, да, вот покосили траву, все. Завтра все это, или сегодня вечером, это все, эти мешки уберут, все в мешках аккуратно, все сейчас проедутся, все позабирают, да, вот все подстригают, все делают. Ну, классно, классно. Я говорю, и в Сочи, это как раз тот самый случай, когда, например, кто хочет отдохнуть хорошо, по полной программе, да, вот, например, да, то, конечно, где-то, может быть, и Турция выйдет дешевле. Но я могу сказать, что в этом году даже, например, мне сейчас предлагают, да, вот мы хотели в свадебное путешествие слетать там в одно место, но все-таки ссылаемся на то, что, наверное, на свадебное путешествие нам придется лететь в Доминикану, потому что, как ни курти, Доминикана получается дешевле. Да, лететь дольше, но Доминикана обходится дешевле, дешевле Турции. В Турции сейчас цены задрали по самой, как говорится, неболуси. Я не говорю вам уже про Арабские Эмираты и так далее. Но в Сочи, опять же, да, если прям захочется шикануть, там, Swiss Hotel и так далее, да, можно просто тупо за, не знаю, там, за 7 дней отдать 350 тысяч рублей. Вот, говорю, вот. У нас два дня номер там обошелся в 100 тысяч. Бред, конечно, бред. Такое есть. Хотя вот у меня друг сейчас приезжает, он останавливается в Рейдисине, у него в Рейдисине обходится в 30-ку, в 30 тысяч. Но, опять же, если сильно приспичит, можно остановиться и за 2,5 тысячи в Адлере, либо там остановиться в Ардане за 3 тысячи рублей, либо можно в Босфоре там найти квартиру посуточную за 3 тысячи рублей, и вы получите тот же самый отдых и вполне себе экономный, будете покупать доширашку и так далее, и будет, как говорится, вам счастье. По поводу других домов, которые сейчас идут, так бы, движения с администрацией и так далее, в любом случае, те дома, которые я продавал, я вас буду держать в курсе, а те дома, которые я не продавал, кто-то говорит, вот, ты 3 капитана рекламировал в 2016 году. Конечно, рекламировал, но я ни одну квартиру в 3 капитанах не продавал. Поэтому мне вообще по барабану, по идее, что там происходит и как там происходит. А по поводу того, что я рекламировал, ну, да, рекламировал, опять же, первый дом, в котором мы с дочкой поднимались, да, именно первый дом, потому что он строился быстрее всего, он у нас сдан на законных основаниях, к нему никаких претензий нет. Дом полностью сдан. Поэтому, ребят, смотрите сами, решайте сами. Ну, а мы с вами сейчас потихонечку, полигонечку проедем. Жилой комплекс, прекрасный остров мечты. Как вы понимаете, это лучший жилой комплекс. Каждый комплекс по-своему хороши, но остров мечты, как говорится, это топчик. Да, по поводу того, что там в парковке, я уже к этому стал нормально относиться. Раз никому не нужны жильцов, тем более, говорю, как мне показали, целую кучу фотографий нам присылали и с жилого комплекса «Фрукты», и с жилого комплекса «Летняя резиденция», и с жилого комплекса, не знаю, там, ну, отовсюду нам присылали. То понимаю прекрасно, что здесь бесполезно с чем-то бороться и так далее. Ну, как бы так. Ну, что, на этом мы с вами будем заканчивать. На этой ноте мы с вами немножко попрощаемся. Желаю вам всем прекрасного настроения, безопасных покупок. На всяком случае, безопасных домов гораздо больше, чем опасных. И я могу сказать так, что в 90% случаях, когда кто-то себе покупает проблемный объект, он изначально знает про этот проблемный объект. Он изначально знает и просто подумает, что уже у дурака включает. О, где яма? Нет, яма. Я не знал. Серьезно, что ли? Нет, ребят. Многие из вас все знают, мой канал смотрят и так далее. Опять же, многие, которые начинают там пригорать и начинают спрашивать за тот или иной объект. Я вижу, что у нас с вами была переписка и так далее. Поэтому я изначально не мог вам продать только то ваше прекрасное, что есть. Вот и вот так. Ну, все, ребят. Вам прекрасное настроение. Всем добра и пока. Субтитры сделал DimaTorzok